Названа угроза четвертой промышленной революции для вузов России и общества нацпроекты. 13.30, 26 сентября 2019 года названа угроза четвертой промышленной революции для вузов России. Фото, Алексей Мальгавка, РИА Новости. Вхождение россиян в четвертую промышленную революцию лишает вузы монополии на создание, хранение и передачу знаний. Об этом заявил проректор Российского университета транспорта. МИИД, Владимир Тимонин в ходе дискуссии «Зачем, не, идти в университет?», организованной Центром трансформации образования в рамках ежегодного бизнес-фестиваля Московской школы управления Сколково. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию лентры.ру. «Сегодня университет — это среда социализации, где формируется траектория получения знаний и компетенций», — сказал проректор, «отметив, что такие изменения в системе ценностей нормальная тенденция в виду того, что мы, россияне, входим в четвертую промышленную революцию. По его словам, диплом важен как принадлежность к какой-либо среде в связи с пройденными в учебном заведении предметами». Тимонин также отметил, что российские колледжи сейчас во многом не уступают по уровню образования университетам. С ним согласилась Татьяна Куприянова, директор Нижнекамского политехнического колледжа имени Е. Н. Королева. «За последние 10 лет система профтехо полностью поменяла имиджевую составляющую, она больше не воспринимается как прибежище для хулиганов и аутсайдеров», — заявила она. В то же время в ВУЗы, по словам модератора дискуссии Ксении Большаковой, часто идут не до конца определившиеся с профессией выпускники школ. «Мы ежегодно получаем выпускников ВУЗа, которые не имеют представления о своих дальнейших шагах и не знают, что из себя представляет современный рынок труда», — отметила Большакова. Ранее сообщалось, что лучшим российским ВУЗом стал Московский государственный университет, МГУ, имени МВЛ Манесова. На втором месте в рейтинге учебных заведений составило агентство «РАНД ЮНИВЕРСИТИЙ РАНКИН», — АЮАР. Оказался Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Московский инженерно-физический институт, на третьем — Томский государственный университет, ДГУ. До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект образования, в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту экспортообразования число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентноспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования. Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!